Всем привет! Сегодня я готовлю инвертный сироп. Для инвертного сиропа мне понадобится сахар, кастрюлька с толстым дном и горячая вода. Все это перемешиваем и ставим на плиту на маленький огонь. На маленьком огне, постоянно помешивая, добиваемся полного растворения сахара. Как только сахар растворится полностью, увеличиваем огонь и доводим наш сироп до кипения. Сироп закипел и теперь добавляем лимонную кислоту и все тщательно перемешиваем. Перемешали. После того, как перемешали лимонку, накрываем крышкой и варим сироп до температуры 109-110 градусов под закрытой крышкой. На это уйдет примерно 20-30 минут, может чуть больше, в зависимости от минимального нагрева вашей плиты. Сироп достиг нужной нам температуры. Отключаем кастрюльку и снимаем ее с плиты. После того, как сняли с плиты, даем сироп остыть до температуры 100-105 градусов. Сироп остыл. Убираем наш градусник. Берем петевую соду. Берем одну ложечку воды тепленькой. Все это перемешиваем и отправляем в сироп. Тщательно перемешиваем. Это идет процесс нейтрализации. Пена должна появиться и она должна пропасть в течение 10-15 минут. Сироп готов. Теперь в чистую стеклянную баночку я процежу сироп через сито, чтобы убрать небольшое количество пенки. После того, как инвертный сироп у вас остыл, переливаете в стеклянную баночку и храните его или при комнатной температуре, или в холодильнике. Если ваш сироп мутный, пена не осела, значит, процесс нейтрализации не завершился. Для того, чтобы завершить этот процесс, необходимо добавить неполную столовую ложку теплой воды в сироп и поставить на плиту, чтобы его немножко прогреть. Тогда процесс нейтрализации завершится, и пена пропадет, осадок пропадет, и у вас будет вот такой вот нежный соломенного цвета сироп. Он напоминает молодой мед. Вот такая вот красота. Его можно использовать для различных десертов. им можно заменять сахар в выпечке. Его можно использовать вместо меда, вместо патоки, вместо кукурузного сиропа, вместо кленового сиропа. Он чем-то напоминает на вот такая вот красота. Прозрачный такой, красивый. Это я делала из обычного сахара. Сахар. Если вы будете использовать сахар-рафинад в кубиках, то цвет вашего инвертного сиропа будет намного светлее. Надеюсь, рецепт вам будет полезен. Мне осталось вам сказать до скорой встречи. Обязательно увидимся. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До скорой встречи. Пока-пока.